Первая международная встреча жонглёров состоялась в августе прошлого года и прошла она на ура. Любители покидать булавы, мечи и прочий реквизит собрались в городе над Бугом и в году нынешнем. Встреча проходила два дня и на протяжении этого времени гости из других городов Республики Беларусь и России делились своим наработанным опытом, как между собой, оттачивая мастерство, так и с юными брещанами, которым интересно жонглирование. У нас в планах есть, чтобы эта наша встреча стала международной. По истине мы хотели бы видеть жонглёров других стран, в частности Польша, у нас с ними очень тесные связи, кстати. Мы очень дружим с городом Люблина. Многое берем от них, пытаемся перенести их опыт на нас. Трюки жонглёров просто завораживают. Большими и малыми группами, по одному и парами каждый участник демонстрировал свой элемент, вызывая неподдельный восторг у зрителя. Жонглированию нельзя научиться за пару часов. Это упорный ежедневный труд, который в будущем даст не только чувство воодушевления после выполнения сложного элемента, но и пользу, улучшение зрения, скорости реакции, концентрации и многое другое. К слову, жонглирование – это ещё вид отдыха и терапии. Ещё 10 лет назад жонглирование напрямую ассоциировалось с цирком, а сейчас это меняется. И люди могут заниматься жонглированием как хобби. После работы, например, мы стараемся делать так, чтобы менять мнение людей. Такие мероприятия помогают этому. И люди видят, что вот эти люди не цирковые, они не занимались этим детства. Они совсем недавно взяли реквизит и радуются просто от процесса. Посмотрите на них, да. Совсем не обязательно для этого. Делать номер, выступать на сцене, иметь лучшую растяжку или кидать 9 предметов. Вы можете просто от этого получать удовольствие. На встрече можно было встретить тех, кто несколько лет занимается классическим жонглированием. Взаимодействуют с таким реквизитом, как булавы или кольца. Но были и те, кто делает трюки с использованием диабола. Работа с этим реквизитом помогает расслабиться и сконцентрироваться. Но пока никто в Беларуси не владеет этим инструментом. Поэтому гостям из России было, что показать и чему научить. Если нет притока свежей крови, любой жанр, любое направление – мертво. В прямом смысле этого слова. Более того, скажу вам честно, я против такую вещь. Вот мне не зазорно, и я даже, наоборот, с большим энтузиазмом делюсь. Во-первых, у меня появляются друзья. Вот сейчас у меня появятся друзья, юные диаболисты в Беларуси. Это круто же, почему нет-то. Я могу сказать так. Я счастлив от того, что у меня есть друзья по всему миру. Франция, Малайзия, Япония, Тайвань. И мы все объединены одним реквизитом. Это же круто. Это прям реально круто. Если вы давно думаете заняться чем-нибудь интересным, сейчас самое время выбрать жонглирование. Это весело, безопасно и интересно. А главное, вас всегда ждут в студии жонглирования и хула-хупингов в Бресте.